Друзья, привет всем! С вами Ирокеса и давно что-то у нас не было профессиональных киберспортивных каточек, ну и сегодня как раз таки будет одна из них. Вы увидите шедевральную игру от Вани Убаха, который оставшись против двоих команд, вынес их обеих и забрал в своей команде топ-1, еще раз доказав свое звание одного из лучших игроков планеты. Будет очень интересно, очень жарко, поэтому, друзья, располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки. Но перед началом я бы хотел сказать, что более 66% людей, что смотрят мои видосы, делают это без подписки на канал, поэтому, дружище, ну вот прямо сейчас, не ленись, нажми паузу, подпишись и не будь, не будь в числе этих процентов, такого огромного количества. Ну а мы погнали! Друзья, карантин уже вам надоел и компьютерные игры перестали приносить такое удовольствие и тот адреналин, который раньше, ничего страшного, ведь есть выход. У моих друзей компании 1Х появилось большое количество событий и интересных ивентов, которые помогут вам не только отлично провести время, но и если повезет, то еще и поднять свой кэш. А по промокоду Ирокез, который вы найдете в закрепе, вы получите до 100 евро бонусом, поэтому всем удачи и спасибо. Карта Мирамар уже, если честно, и забыл, как она выглядит и обычно со старта в киберспортивных играх особо ничего не происходит и, в принципе, коллективы стараются друг с другом не сталкиваться, ну поскольку зачем, зачем эти лишние риски, все разбредаются по карте и просто воюют. Но здесь не тот случай, коллектив Зен столкнулся с как раз таки Фейс Кланом и пока что Ваня Убах в соло против двоих игроков, обратите внимание, естественно, не торопится, ждет пока его тиммейтейдси подойдет, он как раз таки забирает одного из Зенов, который отбился от своего коллектива и теперь уже будут пытаться разыгрывать 2 на 2, плюс еще подтягивается фастфейс. Естественно, Ваня берет информацию, Густав настреливает издалека через окно и уже очень больно они напрягают под снов, при этом накидывают какие-то гранатки, абсолютно не выходят на рожон, не пушат, понимают, что любой неправильный шаг, любое неправильное действие может привести к ногу, к размену не в их пользу и не стоит этого делать. Тут я напоминаю, ребят, что это, естественно, не паблик игры, здесь все игроки профессионалы и тут за любую ошибку наказывают практически моментально. Ну и здесь два пацана пытаются просто прятаться в ангаре, вот видите, не успел он даже перебежать с одного укрытия на другое, Эйдзи сразу же моментально его выносит и остался только Рот, который пытается пострелять по Эйдзи, не получается это сделать, меняет позицию, но здесь его Ваня уже ожидает, у него осталось всего лишь 26 хп, он пытается прокинуть гранату, но перекинул ее как раз-таки слишком далеко, все пацаны прячутся и добивает как раз-таки Эйдзи этого соперника. Но последний из зенов дает как бы ответочку, говорит, вы нокнули моих троих людей, я с вами разберусь, ну и забирает фастфейза. В принципе, понятное дело, что неприятно, но все-таки фейсклан остается пока еще втроем, но терять своего игрока аж на такой фазе, когда еще 60 человек живо, конечно же, конечно же, неприятно. Но тем не менее, естественно, сейчас будут они наказывать за это флейми, Ваня берет на него угол и после этого пытается настрелять ему в смок, у него остается буквально 1 хп и в смоку прячется. Прячется последний представитель коллектива зен, у него получается сейчас это сделать за счет того, что лежит. Ваня настреливает сквозь смок вообще по другому коллективу, я думаю, они сейчас немножечко подохренели, но тем не менее, флейми пока что, пока что живет и чувствует себя, ну не то чтобы неплохо, нет, нет, все-таки у него появилась идея получше, нежели чем отдавать свой фраг. Он понимал, что Убак уже едет, он не простит за фасфейза, за своего друга и поэтому он просто взорвал сам себя гранатой за ДНС для того, чтобы не давать очков команде соперника. Более чем разумное решение, иногда нужно уметь вот таким образом проиграть. Ну и зен отлетели от фейскла на 15 строчке. Далее уже идут, как обычно, стандартные перетяжки, занятия позиций, выверения зон, но здесь в принципе все по стандарту. Торнадо Энерджи тут что-то пытаются настреливать со скал, но не думаю, что у них прям сильно получится. Нави вообще себя чувствует великолепнейшим образом, потому что у них там какая-то отдаленная позиция и рядом нет ни одного коллектива. Но вот мы уже передвигаемся на 20-ю минуту игры, где все еще осталось 13 команд жива. Это отличительная сторона компетит этих игр в PUBG, что количество людей на квадратный сантиметр очень-очень велико. И люди выживают крайне долго, какая же была идеальная хаешка. Если бы сейчас Хауки не лежал, то вполне вероятно он бы уже отлетел. Обратите внимание, что у него в команде почему-то было три игрока, видимо один вылетел или я не знаю, что это такое. Как может быть, неполным состав на турнире. Очень странная тема. Но Разьё Рейдж нарушили планы игроков, которые пытались закрыть Хауки, тем самым, что зашли в спину. И хоть он сейчас пока что прячется за смоками, но здесь полный практически коллектив. Не хватает всего лишь одного игрока до фулл состава. Также уже куда-то успел умереть, но они будут закрывать Хауки в, скажем так, 6 стволов. Очень незавидная оппозиция у данного парня. И он думает, Сюка, вот знаете, вот прям стандарт вообще, жи за пипец, когда ты просто играешь, хочешь что-то поделать. И кажется, что вся карта против тебя. Так, в принципе, и есть. Вот он бегает, настреливает по нему один коллектив. Второй, он уже прячется за смоками, выживает как может. Говорит Сюке, ну дайте поиграть, ну отстаньте вы от меня. Но никак от него, к сожалению, не отстает. Ну ничего страшного, нормально сейчас себя почувствует, хоть и нет, нет. Нет у них никаких аутов. Я хотел сказать, что опять зайдет смок, но в смок ему прокинули молотов, чтобы он этого не делал. Короче, бедного пацана задушили. 10 команд еще живо, более чем достаточно для интересной игры. Там пацанов не пускают в зону, но вы остались за синькой. Уважаемый Лиспин, до свидания. Нет, это ваша ошибка, но он остался один из своей команды, ему больше делать нечего. И тут сейчас противостояние крайне неприятное. Нави против Фейсклана. Эдзи находит Бестолач, тот вышел слишком открыто и сразу же получает моментальное нокодобивку. И еще три игрока из Нави находятся в отдельном ангаре. И тут Мелман из Торнадо Энерджи прячется. Пытается, я не знаю, залезть в бочку, в досточки. Говорит, пацаны, я не это, я не против вас. Давайте мы не будем драться, но, к сожалению, к сожалению, его нашли. И Мелман отлетает последним из своей команды. Ну а Нави хоть и нокнули их одного тиммейта, но сейчас его спокойно поднимут, потому что Фейзы решили не выходить на них. Они решили, что сейчас будет грамотнее занять позицию и использовать ресурсы круга, которые у них имеются. Поскольку по ним сейчас никто не настреливает, у них есть возможность перебежать. Один игрок, Зун Бот, ну вообще он Зун его называет, но мне больше нравится Бот, просто в соло раскатывает коллектив Невер Экоу. И... что же творит этот парень? Слушай, ну ты красавчик. Вообще, один из своей команды играет. Гляньте, пять фрагов, у него един сноу, больше ни у кого нет. Как Эйдс, например, сейчас. Но это просто у Вани пока что, пока что не открылось второе дыхание. Пока у Фейсклана все довольно неплохо. Втроем чувствуют себя более-менее уверенно. Закрыли одного из игроков команды EXT. И после этого сейчас будут еще не пускать к себе в круг Нави. Рожденные побеждать пытаются как-то занимать укрытие лоу-граунды. Настреливают Йонг по Эйдзи. Кстати, это новый Никсин или кто? Это непонятно, но одной гранатой просто моментально отлетает Икемба. И он и остается только Таб. И один в три должен сейчас заходить в круг. У него нет зоны. Синька его будет поджимать. И это максимально неприятная тема. Он настреливает по Эйдзи. Он еще и немного раздамаживает Густова. Да, он нокает и Густова. Слушайте, а показывает Таб, что не зря-то его взяли в Нави. Что такой коллектив раскидал практически в соло. Но остается, ребят, убах. Флагман команды Фейс Клан. Он сейчас говорит, я все вывезу, я все разрулю. Пока что держит на мушке Таба. Настреливает ему, видимо, попал по голове, потому что 43 урона было за одной пульки. Еще одно попадание у Баха. 38 хп у Таба. Там вообще, наверное, около 15. Но, тем не менее, Таб, естественно, не выходит. Ваня пытается сделать вид, что будет поднимать Густова. Но забайтил тем самым просто Таба. И он больше не жилет. Закрыли Нави на шестой строчке. Не самое, конечно же, приятное для нас, слава, дорогие мои друзья. Хотелось бы, конечно, чтобы Нави наигрывали всегда на первое место. Но тут действительно было очень сильное противостояние. И Таб красавчик держался до конца. Но против Вани не попрешь. Здесь еще должны из Экзистенс закрыть последнего игрока. Но я думаю, что с этим проблем каких-то не возникнет. И вот тут три воюющих между собой коллектива. На как раз таки холмиках, на различных хайграундах, лоу граундах. Вот даже заняли ангар между собой. Зумба, тот самый кэрри парень, уже 7 фрагов настрелял. Слушайте, какой же жесткий чел. Я не знаю, ранее его не видел. Видать, это его какой-то звездный час. Но, тем не менее, молодец. Немалое количество очков своей команде принес. И просто сейчас кэррит все это дело. Ваня уже начинает разбивать свой счет. Вот уже у него 2 фрага. Но, повторюсь, ребят, он покажет, как надо в самом-самом конце. Вот эти вот фражики, когда кто-то там что-то перебегает, где-то кто-то ошибся. Это много кто может делать. А ты попробуй, ты попробуй в самый важный, в самый решающий момент идеально затащить катку, не сделав ни одной, даже самой минимальной ошибки. Вот это настоящее мастерство. Ну и здесь мы видим, что пока что синька благосклонна к фейсклану, но, скорее всего, естественно, уйдет наверх к горам. Они этого понимают. И нужно будет сейчас делать какие-то прокидочки, какие-то темы. Но пока все просто палят последнего игрока XT, который пытается что-то где-то как-то спрятаться за тубзиком. Получает тут же вдува ствола с миников. И понимает, что ему этот бой просто не вывести. Опять же, выглядывает на какие-то полупиксели, но тут же в них и получает. И да, ой-ой-ой, какая была опасная голова от Вани. И Лэйош сейчас мог бы уже отправиться в следующую катку ожидать. Но здесь Зунбот опять подбегает, делает десятый фраг для своей команды. Сам восьмой, вообще что-то какой-то бешеный тип. Он говорит, я буду, я буду получать здесь все фраги. Слушайте, какой, какой дикий парень. Я бы хотел, чтобы как раз-таки именно он в топ-2 схлестнулся с Иваном. Но здесь у нас имеется фулл-скват. Вообще никто пока что не может похвастаться более на карте подобными вещами. Но уже нокнули одного игрока с коротким ником Икс. Он просто, вот просто Хэ. Можете так его называть. Он, ну, тупо, тупо Хэ. Ну, ладно. И после этого его все равно поднимают. Все хорошо, все отлично. Зунбот лежит за своим тубзиком. Он говорит, что все, я свое настрелял, ребят. Мои тиммейты слились, не сделав ни одного фрага. Ну, типа, типичные тиммейты так-то. И на него сейчас будет выходить фейс-клан. Ну, что же, Зунбот. Если ты, если ты этих ребяток настолько же жестко раскайтешь и расстреляешь, то тебе можно будет ставить памятник. Но, если честно, в такое, конечно же, конечно же, не верится. Пока что затишье. Ничего не происходит. Пытается прокинуть Густав Молотов. Немного не попал. Но тут было очень тяжело. Нужно было закинуть прям четенько за как раз-таки тубзик. Они понимают, что он лежит не внутри. Его видно. Ваня кидает чуточку получше, но все равно недостаточно хорошо. И сейчас просто ждут. Нет-нет-нет. Понимают, что он не чекает. Понимают, что молики его дезориентировали. И тупо вдвоем выходят на размены. Даже первого не успевает он продамажить. Ваня, бах, тупо выпрыгнул на него. Говорит, здорово, я десантник сегодня. И получил всего лишь пол хп. Сейчас отхилиться. Пока здесь последнего игрока снипов пытаются как-то поймать скалов. Гляньте, как он мансит, оббегает, что-либо делает. А, нет, не последнего. Их оказывается еще двое. Они перетягиваются левее. Как раз-таки будут пытаться выходить на фейсклан. И вот тут начинаются проблемы. Ваня заходит ближе к центру. Густав пытается занять более саевовую позицию. И два игрока зажимают как раз-таки в бурурброд фейзов. И может это закончиться крайне-крайне плачевно. Сейчас все решит круг. Звездочка, скорее всего, как обычно, будет на центр. Хотя далеко не факт. Да, 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 идеально. В центре все замечательно. Все отлично. Ну и теперь нужно будет пацанам просто крайне медленно перетягиваться и уходить с краев. Ну и вот здесь, дорогие мои друзья, звездный час Ивана. Обратите внимание на его позицию. Прокинут смог. Он пытается как раз-таки держаться ближе к этому самому центровому маячку. К этой звездочке зоны. Но при этом не пуская никого из остальных. Но у них, к сожалению, лоу-граунд. У обоих коллективов над ними имеется высота. Они лучше видят, лучше замечают. У них позиция явно гораздо более приятная. Ваня разогревает какую-то гранатку. Пытается ее прокинуть. Еще кидает одну в сторону сампулы. Но пока-пока безуспешно. Занимает хай-граунд. И вот тут он прям вот идеально понимает, где находится левый коллектив, где находится правый коллектив. И как-то вот у него получилось занять такую позицию, где он не пекается и не подставляется ни под одного из игроков. Но если они сейчас начнут подтягиваться к нему, то он начнет их, естественно, расстреливать. Вот по густому начинают стрелять. У него позиция как раз-таки похуже. Ваня пока что выжидает. Он понял, что вот здесь у него сейчас шикарнейшая возможность. Он слышит, как перестреливаются два коллектива, поэтому делает агрессивный выпад. Но пока никого не заметил. Прокидывает флешку. Похоже, что действительно зафлешит обоих игроков. Да, одного точно зафлешил. Его с левого фланга очень жестко подрашивают. Но тот самый х получил от Вани моментально. Голову сразу же нокает. Второго сразу же выходит. С одного рожка третьего. У него еще 15 патронов на Скореле. Он пытается нажать в смог. Но этого не получается сделать. Игроки два последних игрока с коллектива нокаут густого. Это очень неприятно. И Ваня остается соло против двоих. Но он только что раскатал троих типов нокаут. Еще и тахуоу. И остается только против сам пулы раз на раз. Зона поджимает. Звездочка вроде как на Ваню. Ему нужно до последнего держать этот лоу-граунд. Сам пул, а гляньте, ползая, чтобы не подставиться. Он понимает, что как только он сейчас поднимется, Иван его заметит. Он пытается прикрыться телом своего тиммейта. Но это не работает. Фейс Клан. Первое место. Сколько сейчас давайте посмотрим фрагов настрелял Ваня. Но до этого момента у него их было всего лишь двое. По идее, да, он просто забрал пятерых игроков единолично. Густав там тоже сделал свое дело. Перенял на себя какую-то идею. И просто, просто красавчик. Ну, безумно приятно видеть, когда наши игроки такое показывают. Иван, как всегда, на высоте. И это шикарно. Друзья, надеюсь, вам видос понравился. Всего вам, конечно же, наилучшего. Счастья, здоровья, удачи. Ну и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!